Друзья, мы рады видеть вас. А перед началом просмотра не забудьте подписаться на наш канал. Иосиф Кобзон был женат несколько раз, и только с третьей попытки ему удалось создать крепкую семью. Нанелли артист женился в 1971 году, супруга стала для него тем самым надежным тылом. У пары родились двое детей, и все заботы по хозяйству жена взяла на себя. Любимая окружила певца теплом, заботой и вниманием. Пару считали одной из самых крепких в российском шоу-бизнесе. В 2018 году Иосиф Кобзон ушел из жизни, а вдовев, супруга музыканта продолжила заботиться о детях и внуках. К счастью, Нелли не замкнулась в себе после смерти любимого человека. Пенсионерка ведет активный образ жизни, встречается с друзьями и посещает культурные мероприятия. С Нелли Кобзон вышли в свет Надежда Бабкина и Сергей Никоненко. Стоит отметить, что известный актер и является основателем музея, он вложил в создание экспозиции не только душу, но и собственные средства. Артист, большой почитатель творчества Сергея Есенина. Напомним, ранее сообщалось, что Нелли Кобзон подцепила опасный вирус. Вдова певца заболела коронавирусом еще в июне, тогда ее госпитализировали в госпиталь Лапина.